Друзья, прежде чем вы начнёте смотреть само видео, хотел бы небольшое предусловие, так сказать, ввести вас курс дела. В чём фишка? Я хотел сделать небольшой анонс по Game Hunters, но когда начал записывать, понял, что я должен рассказать всю историю о том, что произошло с Game Hunters и так далее, чтобы вы понимали всю атмосферу за кулисами этого проекта и плавно подвести к самому же анонсу. То есть анонс будет там ближе к концу, само видео получилось довольно-таки долгим, в нём будет много буков, вот, если вам действительно интересен этот проект и вам любопытно узнать, что с ним происходит, как с ним происходит, то буду рад, если вы посмотрите это видео от начала до конца, потому что мне очень хочется высказаться. И, собственно, вот, приступаем к видео. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, наконец-таки тот самый-самый день, ну, не самый-самый день, конечно же, но один из всех дней, которого я очень долго ждал, и надеюсь, что многие из вас тоже. Это день, когда, наконец-таки, молчание и тишина, связанные с Game Hunters, чуть-чуть, чуть-чуть рассеются, и я, наконец-таки, могу вам что-то сказать, и даже частично что-то показать. И не подумайте, у меня всё нормально со зрением, я просто решил одеть очки, думаю, прикольно, буду смотреться как такой, знаете, понтовый писатель, правда, футболка портит немного образ, идиотски смотрится. Да, сегодняшнее видео будет полностью посвящено Game Hunters и тому, что с ним происходит, в какой сейчас он стадии. Если вы не видели ещё тизер Game Hunters, вот он здесь, он даст малюсенькое представление о том, что это вообще за сериал, как он будет выглядеть. Малюсенькое, самое малюсенькое, на самом деле, в нём очень мало чего можно понять из того, что вас в настоящем ожидает, поэтому, вот, зацените, всё равно это какое-то представление вам даст. Я знаю, что много людей подписалось на меня с тех пор, как вышел первый тизер, и наверняка вы не видели его, и, может быть, даже не понимаете, о чём сейчас идёт речь. Скажу вкратце, Game Hunters это сериал, который существует, на самом деле, в зачатке, вот здесь уже очень давно, ещё с 2010 года. Он был придуман, когда я ещё работал в журнале Страна Игр, это было недолго. И для этого журнала, собственно, мы сделали этот сериал вместе со своим братом, я написал сценарий, это был полнейший трэш, на мой взгляд, который я дальше не был реализован из-за того, что, несмотря на всю нелепость, присутствующую в том видео, в том демо, наверное, так скажем, идея была слишком амбициозна для моих возможностей, для всего, в принципе, для времени, наверное. И с тех пор, с самых, по сей день я вынашивал эту идею, немножечко какие-то придумывал изменения в ней, что-то дорабатывал, что-то, просто, можно сказать, в голове это всё просто как каша варилось, и всё, как каша. Что-то вкратце не получается, я знаю, у меня мозг странно работает в последнее время, я не могу держаться на одной теме, и меня потихонечку вот так вот, знаете, туда-сюда мотает, поэтому уж извините, много слов будет. Просто я не хочу делать какие-то анонсы, знаете, сухие, мол, эй, я делаю вот это, эй, зашибись, и всё, я хочу всё-таки объяснить, почему для меня, как для автора, эта тема важна. Потому что, если она не будет для меня важна, с чего бы она должна быть для вас важна, правильно? Значит, с тех самых пор я вынашивал эту историю и ждал, когда наступит, наконец-таки, этот момент, когда я смогу реализовать. И вот у меня появился собственный канал, вот через 4 года я выпустил маленький сериал, который назывался Ноутбук Смерти, каждый год выходило по одной серии, это был самый амбициозный проект в моей жизни, который я когда-либо делал, я вложил в него кучу сил, и когда я его реализовал и увидел, что моя аудитория готова принимать такой контент от меня, я подумал, что вот он, вот он тот самый момент, когда Game Hunters должен появиться на свет. И для меня это было потрясающее чувство, серьезно, потому что я человек очень терпеливый, и я готов, как удав, очень-очень долго выжидать своего часа. Знаете, я могу жить в ужасном состоянии в плане эмоциональной, я могу быть раздавлен и так далее, но под всей этой раздавленностью всегда сидит этот удав, который ждет своего часа, чтобы наконец-таки сделать то, что однажды, не знаю, можно сказать, привнесет радость в душу и покой, я не знаю, как сказать. То есть, знаете, как по-настоящему это будет чувство эйфории, вновь, настоящее чувство, не поддельное, вызванное чем-то, а вот истинное. И после ноутбука смерти я понял, что момент настал. Пора прыгать еще выше головы. Game Hunters, выходи наружу. Естественно, я не мог реализовать, знаете, Game Hunters в таком ключе, которым он был раньше сделан, потому что это была полнейшая чушь, наверное, которая... у меня не было никаких навыков, на самом деле, кроме как монтировать, не было навыков писательства, я не знаю, как писать сценарии. И вот не зря я начал видео с писательства, потому что пока я работал над ноутбуком смерти и, в принципе, работал над некоторыми сценариями для своих даже видео, и изучал сценарное мастерство сам, я не ходил ни в какие-то школы, просто читал что-то в интернете, находил какие-то YouTube-видео и так далее. И я много для себя открыл, и я понял, насколько писательство для меня освобождает, знаете, это реально освобождает мою душу по-настоящему. Потому что если где-то ты ограничен бюджетами или, не знаю, чем угодно, то есть в съемках у тебя есть огромное количество ограничений, но в чем нет ограничений, это в писательстве, буква, написать букву ничего не стоит. Ты просто берешь и пишешь все, что у тебя в голове, и ты не связан никакими рамками, ты можешь уйти куда угодно. И имея возможность уйти куда угодно, я ушел внутрь самого себя. Потому что мне очень хотелось, чтобы GameHunter стал не только, знаете, не просто развлекательным видосом, где будут перестрелки с всякими игровыми существами и так далее, а это будет еще частью меня, чем-то личным. Таким же личным, как был ноутбук смерти. И, короче говоря, я вытащил все, что было внутри, все, что накипело, и вложил в этот сериал, в эту историю. И начал писать. Я начал писать, 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 писать. И чем больше я писал, тем больше я понимал, что, блин, передо мной большой мир рождается, который очень интересно исследовать, которому интересно находиться. И чем больше я писал, тем больше я понимал, что как я это буду снимать. Кошмар. Потому что это требует таких огромных, колоссальных средств, чтобы это снять. Ну или даже если не средства, команду, команду мечты Dream Team, которая, знаете, все придут к тебе и такие, давайте. Мы все адские профессионалы, мы все работали в Голливуде или еще где-нибудь. И мы просто хотим бесплатно сделать вот твой сериал. Женек, давай работать. Вот такого, конечно же, не произойдет. Такое невозможно. И я пока писал, приходил такое, знаете, небольшое состояние шока. Но не суть. Короче, история была написана. Было написано три эпизода. Эти три эпизода должны были стать тремя пилотными эпизодами, которые бы дали мне информацию о том, нравится ли людям такой контент, стоит ли его дальше снимать или не стоит. Ну и вот, поскольку это история о двух братьях, которые будут, очевидно, по тизеру сражаться с различными монстрами из различных игр, мне нужен был кто-то на роль моего брата. Да, мой настоящий брат, к сожалению, не очень хотел в этом сниматься. И как прикольно так сложилось, что незадолго до этого я познакомился с Андреем Старым. И когда я думал, кто же будет играть роль старшего брата в этом сериале, я сразу вспомнил про него. И тут же ему предложил. Чем меня очень так знатно порадовало, потому что я думаю, что он, наверное, не захочет, возможно, по каким-то причинам, но он был очень, значит, с таким энтузиазмом настроен на эту историю. Ему понравился сценарий, как он мне сказал. Блин, это было реально круто. И пока готовились съемки именно этих самых трех эпизодов, я подумал, что было бы прикольно сделать тизер, который бы я представил на BitFest. Тизер получился прикольным, но когда я его сделал, я вдруг ужаснулся и понял, насколько тяжела будет работа над самим сериалом. Потому что я не спал практически сутками, делая тизер, чтобы успеть к BitFest. Но я успел, и люди очень хорошо приняли. Андрей Старый тоже сам не видел тизер до премьеры на BitFest. И его реакция тоже была очень приятная. Ему понравилась эта история. Ему понравилось то, что получается в итоге. И когда тизер вышел, я четко для себя представлял, что вот сериал начнет выходить, все эти три серии начнут выходить с ноября где-то 2018 года. Ноябрь-декабрь, где-то так. И вот тут начались проблемы. Как вы поняли, в 2018 году в декабре сериал не вышел. Сейчас я постараюсь объяснить вам, что конкретно произошло, и в то же время успокоить вас, чтобы вы понимали, что идет работа. Как я говорил, когда я впервые написал сценарий, я ужаснулся, поняв, насколько тяжела будет работа над сериалом. Но главное, одна из самых больших проблем, здоровье и там силы, энергии, это фигня, но все восполняется. То есть я готов работать над крутыми вещами просто сутки напролет. Это ничего страшного, я уже был в этом во всем. Большая проблема это огромное количество бабла. Это все стоит очень дорого. Чтобы это снять, нужно как следует вкладываться. И естественно, я понимаю, что это невозможно. Это невозможно просто взять и вытащить вот так вот из кармана, потому что, ну, это надо ждать, надо откладывать, копить и так далее. И я подумал, что единственным решением верным для съемки такого сериала будет найти спонсера. То есть пригласить несколько больших брендов, которые бы вложили некоторое количество денег, которые бы помогли мне не задушить себя и не сдохнуть от голода. Но так и есть, на самом деле. Так делают многие фильмы, сериалы и так далее в Голливуде. Большая доля бюджета берется из рекламных интеграций, из продакт-плейсмента. И я подумал, что лучшим решением для этого сериала было бы пойти по той же самой схеме. То есть я нахожу пару спонсоров, большие какие-нибудь компании, ну, к которым я смогу достучаться. Я презентую им сериал и скажу, что вот можно сделать такую прикольную штуку и сделать это как вот ноутбук смерти. Ноутбук смерти, если вы не знаете, это тоже, по сути, была реклама. Рекламная интеграция, рекламный продакт-плейсмент. То есть это были рекламы ноутбуков. Но, что крутого было в этом сериале ноутбук смерти, что не ноутбук такой наделал нам сериал, а это была моя личная инициатива. И в том случае я прям мог сам диктовать условия. То есть я знаю, что сериал прикольный, что я хочу снять еще одну часть. И просто, грубо говоря, находил... Я находил спонсора, который готов был интегрировать свой собственный ноутбук в эту историю и таким образом помочь мне с реализацией этого проекта. То есть костяк истории не был продиктован никем. Это была, по сути, просто моя авторская работа, которая содержала себе продакт-плейсмент, что абсолютно нормально, я считаю. И такую же схему я решил сделать для Game Hunters, раз уж она хорошо сработала в ноутбуке смерти. Конечно же, Game Hunters требовал куда больших вложений. Поэтому мне пришлось обратиться сразу к трем компаниям. И в итоге с тремя компаниями этими и удалось договориться. Я их имена не буду сейчас называть, это уже не имеет смысла. И вот это стало просто колоссальной проблемой. И что я уяснил из этой истории, что очень многим, многим на самом деле плевать, кто ты такой, и какие у тебя есть ранние хорошие работы и так далее. Многим просто наплевать, когда касается денег, история. И очень большое значение имеют именно люди, с которыми ты общаешься. Потому что в случае с ноутбуком смерти у меня были прекрасные партнеры, на самом деле лучшие, которые можно только вообразить, которые знали меня и знали, на что я способен. И верили в меня. И эта вера именно и окупилась, грубо говоря. А в случае с Game Hunters, вот с этими тремя сериями, как-то так вот не срослось, понимаете. И людей интересовало только цифры, которые я могу обещать. То есть я уже понимал, что речь идет не просто о каком-то прикольном проекте, который на портфолио пойдет. Ну то есть на имидж, грубо говоря. А просто началась история о том, где будет показано, в какое время, как много раз, а вот сколько будут показаны другие спонсоры и так далее. Началась, знаете, как сказать, дележка моего сценария на составные части. Где будет показано вот это, где будет показано то. И мне пришлось вот пытаться каким-то образом запихнуть спонсорский контент, спонсорский продукт-плейсмент в историю, не нарушив ее. И, ну, в общем, сделать ее не тошнотворной. Но я подумал, ладно, ничего страшного. По сути, так многие делают. Почему бы просто не быть более гибким и не попробовать сделать так, чтобы все были довольны, чтобы ты при этом снял все-таки эту историю. А сроки, по сути, поджимали. Потому что, опять же, зачастую, когда ты договариваешься с кем-то о спонсорстве, то ребят интересуют сроки. Это нормальная история. Вот поэтому сроки были определены декабрь, ноябрь и так далее. И получилось так. В общем, я проявил гибкость. Я вписал всех, как только мог, во все три серии. И пришло время начать, собственно, снимать. И, опять же, сыграло здесь то, что не все люди одинаково подходят к созданию такого спецпроекта, назовем его так. Практически все партнеры, которые решили проспонсировать GameHunters, знаете, на поверхности это выглядело так, что они относились к этому как к любой интеграции, которая делается практически, наверное, у любого ютюбера на канале. Ты как бы делаешь, и потом ты получаешь за это деньги. И в случае с GameHunters было точно так же. Я должен как бы сначала снять, а потом деньги должны были прийти уже мне. То есть вы понимаете, да, как это странно? То есть вся суть была в том, чтобы я получил, наконец-таки, эти деньги для того, чтобы снимать на эти деньги. Чтобы вы понимали, я себе в карман ни копейки не положил. Деньги были нужны лишь для того, чтобы снять, реализовать мою мечту, грубо говоря, и все. Потому что как бы там меркантильно все это не звучало, мы живем в реальном мире, и все стоит денег. Особенно такие масштабные, такие амбициозные проекты. И я не мог просто брать такую камеру, держать и бегать с ней, и снимать GameHunters, правильно? Должно быть задействовано большое количество людей, и они должны каким-то образом тоже получать деньги за то, что они делают, за их работу. Это нормальная история. Единственный, кто не должен был получить что-то из этого, это я. Я должен был получить только одухотворение и манну небесную из-за того, что я, наконец-таки, реализовал свою мечту. Только один спонсор из них перевел мне часть, половину того, что должен был. С этого момента я начал просто растрачивать то, что я, вот, то, что я зарабатывал. Средства, которые были перечислены одним из спонсоров, ушли на съемки тизера, и были потрачены практически все по целикому полностью. И дальше, я понимаю, что передо мной целых три эпизода, которые должны были идти минут по 15, возможно, по 20, которые будут задержать компьютерную графику, спецэффекты, которые будут фиг знает сколько дней снимать, аппаратуру и так далее, я должен это сделать все на свои собственные шиши. А более того, более того, при том, что это спонсорская тоже история, они как бы ждут сроки, понимаете, да? Сроки-то тик-тик-тик. Я должен это сделать в какой-то определенный срок. То есть, мало того, что я снимаю это уже на свои собственные деньги, так я еще и должен успеть какой-то срок. То есть, это не какая-то уже инди-история, где ты можешь просто, знаете, вот много лет потратить в своей жизни, сколько ты вот сам захочешь, только ты и потратишь, чтобы отточить это целиком и полностью. Раз уж ты сам за это башляешь, да? Вот, а так получилось, что я сам башляю, но у меня сроки. Надо мной стоят такие, быстрее. И я начал снимать. Да, мы снимали, у нас было порядка 4, наверное, съемочных дня в общей сложности в итоге получилось. Там, на самом деле, очень было много тяжелых моментов в плане с организацией. Все было очень трудно, все было очень... Как-то вот не срасталось, понимаете? Просто не срасталось. И дело уже близилось к Новому году, и мы уже передвинули сроки вместе с нашими партнерами. Просто передвинули сроки, что, мол, давайте вот сейчас нереально, никак нереально делать в ноябре и в декабре, давайте на весну 2019 года сделаем. Окей, да кое-как договорились. Естественно, приписали мне кучу штрафов, если я вдруг не успею. Хотели приписать. И я понимаю, что Андрюха улетает отдыхать после Нового года. Да и я планировал отдыхать. И я в итоге-то улетел тоже на долгое время, потому что я просто с ума сходил. И я подумал, что, блин, можно попробовать что-то успеть снять до Нового года и замутить прям целый аж один эпизод. А остальное быстренько доснять, когда я прилечу, и Андрей прилетит из отпуска. И я понимаю, что эти съемки выпадают на 1 января, на 2 января. Потому что Андрюха уже дальше должен уже улетать. И я чуть-чуть там позже должен улетать. Представляете, да, после Нового года. И я понимаю, на какие еще суммы я должен попасть, чтобы реализовать эти съемки. Я был в таком кошмарном состоянии. На самом деле, очень большая часть вот отсутствия контента на моем канале, вот этих пробелов и так далее, это все, знаете, отголоски того дерьма, что происходили, кошмарного дерьма. Ну, представьте, да, ты не можешь реализовать свой проект как ты хочешь целиком и полностью. Тебе приходится вставлять туда рекламу. И в то же время тебе приходится делать очень топорным способом, потому что этого требуется. И ты понимаешь, что цели-то у тебя благие, и ты должен сделать вот так-то. Ну, блин, ну вот, ладно, давай, может быть, ты все-таки просто очень сам по себе топорный и не можешь гибкость проявить. Ну, в общем, куча-куча-куча самокопаний и куча-куча разочарований среди всего этого. И отчасти я просто не мог работать. Просто не мог, потому что я был вымотан. И дело подходит к первому и второму числу, а нету, нету ничего, ни локации, ничего не пробито. Отчасти, по большей части, это моя вина, потому что я хотел, понимаете, впервые поработать большой профессиональной командой. Я хотел распределить какие-то роли, чтобы заняться творческой составляющей и не административной, потому что вот в ноутбуке смерти я занимался вообще абсолютно всем, и это было просто подавляющим для меня. Это было очень тяжело. Ты понимаешь, ты думаешь, должен еще о том, как снимать, о кадрах, раскадровке, общении с оператором, как это будет на графике все выглядеть, как с актером объяснить, что надо делать и т.д. и т.п. И в то же время ты еще должен думать, где взять аппаратуру, где снимать, когда нужно снимать, во сколько график составляет приехать. То есть это все должен делать сам, и это ужасно. Вот, если вы понимаете, что в Голливуде так не делается. За каждую вещь отвечает свой собственный человек. Поэтому в титрах такое огромное количество имен. Потому что все надо делегировать, распределять. И здесь, опять же, все просто тупо не срослось. Правильнее будет сказать, я делал все неправильно. То есть все вот эти проблемы, которые вышли в итоге, я просто делал все неправильно. Я понял, что я забыл про того самого удава, который, знаете, долго готов сидеть и ждать. Я хотел сделать быстро и круто. Но я плохо оценил, так сказать, свою обстановку, свою ситуацию. И, в общем, перед самыми, по сути, вот, когда совсем уже критическое время настало, и съемки должны будут уже начать планироваться, готовиться, я вдруг понял, что я так не могу. Я так не могу, это не пойдет на пользу проекту. Это будет выглядеть отстойно. Пока я говорю, вы, конечно же, можете видеть какие-то кадры, которые мы отсняли с Андреем. Какими-то сценами я доволен, какими-то не очень. Но, по большей части, я весь этот контент просто тупо забраковал все, что мы сняли. Я сказал NO! И то же самое сказал я NO всем спонсорам, которые были подвязаны на этом проекте. Я сказал, простите, пожалуйста, я верну все деньги, что вы мне перевели, но я не смогу реализовать этот проект. Просто ни в какую. Меня очень спасло то, что только один из спонсоров перевел половину суммы, и я попал не на очень большие деньги. Ну, на очень большие, но я мог бы попасть на гораздо больше денег, если бы все перевели бы мне все. То есть я сказал, я не буду этого делать, простите, но я не готов работать в таком ключе, когда люди, которые со мной подвязаны, не понимают, что я пытаюсь делать, для чего я пытаюсь это сделать, и каким образом это надо воспринимать. И не значит, что они плохие. Это правда не значит, что я не пытаюсь гнать бочку на кого-то. Это просто на стадии переговоров очень важно полностью все точки на дыр оставлять с самого начала. Мы сумели нормально разойтись, никто никому больше ничего не должен, все, как бы, все. Проект закрыт. И как результат, я просто потратил огромное количество денег своих собственных на материал, который я не буду использовать. И это и нормально. На самом деле плевать абсолютно, потому что я хочу... Мне деньги не особо-то играют здесь большую роль. Так же, как в ноутбуке смерти. Я хочу сделать проект. Я хочу сделать эту историю, потому что она для меня просто важна. И все. И я готов на это вкладывать большие деньги. Просто я понял, что я лучше тогда, раз с спонсорами не получается и сценарий превращается в какую-то ужасную хрень, я сделаю это сам. Я поднакоплю. Я буду брать больше рекламных интеграций и так далее. Я буду копить собственные деньги. И собственные деньги потрачу с чистой совестью. Именно вот к такому выводу я пришел. И как только я пришел к этому выводу, я почувствовал себя вновь, знаете, счастливым. Потому что я спокойно улетел в Тай. И провел там потрясающее время, потрясающее полтора месяца. Тай и Гонконг. Я чувствовал себя просто... Это было лучшее время за долгое-долгое-долгое время в моей жизни. И вот получается, что прилетел я обратно, вернулся в Москву где-то в середине марта 2019 года. И вот с тех пор я начал активную подготовку к самому сериалу. Я переписал сценарий в очередной раз. И к первому эпизоду добавилось еще порядка 10 минут хронометража. 10 страниц дополнительный сценарий. И когда я написал эти 10 страниц, я понял, что вот то, что я представил тогда этот мир, до этого, он на самом деле был настолько пустой и пресный. И когда я дописал эти 10 страниц, я понял, как много всего можно реализовать. Как много можно написать. И это просто охренительно. Я на самом деле... Я читал, у меня мурашки по коже иногда появлялись, когда я сам читал то, что написал. Не потому что я такой весь крутой. Я обожаю, собственно. И только, знаете, сам удовольствием всегда занимаюсь. То есть, нет, если я просто пишу что-то хорошее или делаю что-то хорошее, я сам кайфую от этого. И именно поэтому и вы кайфуете от того, что я делаю. Ну, на мой взгляд, потому что раз уж вы свои в доску, и я знаю, что мы все с вами на одной волне, то я и всегда стараюсь выкладывать контент, который мне самому нравится. Несмотря даже на то, что потом, когда я буду его пересматривать, я найду тысячи изъян и придерусь ко всему, к чему только можно. Это просто лишь часть самосовершенствования, это нормально. Итак, мы плавно подходим к самому анонсу. Когда я написал этот сценарий, когда я убрал все лишнее, что было написано за прошлый год, в этот самый момент так получилось, что я начал увлекаться комиксами. И так получилось, опять же, совпало, может быть, это судьба, знак свыше. Многие из вас на различных мероприятиях дарили мне комиксы, там, по Человеку-пауку и так далее. И я начал их просматривать, я читал Ходячих Мертвецов комиксы, я читал Мангу различную и так далее. И я увлекся комиксами очень сильно. Именно, даже не то, что читать именно, да, а мне начало казаться интересным их сделать. И вот передо мной этот сценарий. И я вижу огромное количество вещей, которые я тогда вписал, которые... Знаете, я не хочу идти на компромисс. Если я пишу и вижу, что это очень масштабно, я все равно буду это писать, потому что это просто круто. И я подумал, что еще также освобождает фантазию и дает огромный простор для творчества, помимо написания, рисования. И я подумал, что будет так круто, если я возьму часть сценария, который я дописал, вот это дополнительное, вытащу ее из серии и нарисую ее в виде комикса. Что если я пущу помимо самого сериала еще линию комиксную? И все то, что я не смогу снять на данный момент, поскольку это все стоит огромных, огромнующих денег, я смогу реализовать вот в этом комиксе. И таким образом создаться еще больше объем у этой вселенной, которая... Ну, блин, пока получается прям действительно вселенная. И я просто вцепился в эту идею на самом деле. Поэтому вот и пришло время анонса. Представляю вашему вниманию комикс Game Hunters. Окей, я угораю. Это раскадровка. Это не настоящий комикс, это лишь раскадровка. Раскадровка самого комикса. Вы понимаете, что я не готов вам пока показывать именно отрисованные художникам страницы, потому что, ну, я хочу, чтобы вы их увидели, когда комикс уже выйдет. Кстати, если вам интересно, кто художник, его зовут Дима Дальнев. Он мой подписчик, он участвовал в конкурсе Ноутбук Смерти, выложил свои работы. И мне очень понравился его стиль, и я обратился к нему, чтобы он нарисовал комикс вместе со мной. И у него очень круто получается. Ладно, знаете, что я сделаю? Я покажу вам одну страницу, но только одну. Вот она. Блин, друзья, ну согласитесь, это охренительно нарисовано. Я бы, конечно, сам так никогда и нарисовал. Дима вообще шикарно сделал. Это будет самая первая страница самого первого номера. Вот если вам интересно, вот раскадровка, и вот как раскадровка во что превратилась. События этого комикса напрямую будут связаны с самим сериалом, который будет выходить на моем канале на YouTube. Конкретно действие этого комикса, первого номера, будет происходить сразу после событий тизера. Вы даже можете видеть, что я в той же самой одежде. Наверняка кто-то из вас подумает, что персонаж не совсем прям точь-точь похож на меня. Я специально так попросил нарисовать. Я не хотел рисовать целиком и полностью себя. Мне хотелось больше типаж нарисовать, нежели прям тупо себя перерисовывать. И, блин, если честно, я очень долго не хотел ничего такого показывать. Я думал, ну комикс выйдет и выйдет. Когда выйдет, тогда и скажу про него. Но мне надоумили, сказали, что ты зря так делаешь. Это, ну, почему ты не даешь людям просто... Если они тебя уже тем более спрашивают, очень много комментариев сейчас про Game Hunters, что с ним и так далее. И я подумал, что действительно, зачем я молчу, если я действительно над чем-то работаю. И люди думают, что я просто забил, а это не так. И я сейчас себя чувствую куда более счастливее касательно этого проекта, чем когда-либо. И я просто очень хочу еще раз подчеркнуть, что сериал будет выходить. Он будет снят. Комикс служит, знаете, таким инструментом, чтобы сделать ее еще лучше. Позволит вам окунуться в этот мир. И увидеть его таким, каким его вижу я. И самое главное, он даст шанс этой истории. Шанс быть реализованной. Так как это задумано. Для всех, кто заинтересовался, комикс должен выйти где-то в начале ноября. Может быть, в общем, в районе ноября должен выйти комикс. Уже целиком, полностью отрисованный. Сразу хочу сказать, что я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Потому что я от вас этого очень жду. Комикс будет платным. Но он будет стоить не как стандартный комикс. Знаете, там, сколько обычно комиксов стоит? Больше тысячи? Нет. Он будет стоить, там, в районе 300 рублей. Где-то так. Может быть, даже чуть меньше, я не знаю. Он будет распространяться в цифровой версии. И, может быть, если мне получится там организовать, вы сможете приобрести печатную версию, которая будет стоить, там, немногим дороже. Возможно, эта новость не для всех покажется суперздоровской. Потому что я знаю, что не все привыкли за что-то платить. Даже если сумма, по сути, смешная. Да и я всегда говорил, что мой видеоконтент для вас должен быть бесплатным. И я хочу, чтобы так оставалось. Что касается, особенно, моих работ, связанных на канале, там, с летсплеями и так далее, может быть, какими-то скетчами, это всегда будет бесплатной историей. Но иногда ты просто понимаешь, что, чтобы реализовать такой проект, ты не можешь. Ты не в состоянии потянуть это один. И мне все чаще знакомые стали советовать различные краудфандинговые площадки. И я начал думать о том, что, ну, действительно, ведь не зря же эта история становится настолько популярной, именно краудфандинговая история. Сайты типа Patreon, Kickstarter, Boomstarter и так далее. Наверняка их еще целая куча есть. Даже спонсорская программа на самом YouTube есть. Все это сделали для того, чтобы обезопасить, на самом-то деле, контент от нежелательных рекламных интеграций, которые убивают, по сути, контент. И дать возможность людям выбирать, по-настоящему, какой контент они хотят видеть. Если человек направляет свои собственные средства, допустим, даже если брать это кино, например, если человек решил купить билет в кинотеатр, он, по сути, отдает свой голос. Он хочет видеть подобное. И это мало того, что поддерживает всю индустрию на плаву, так это еще и помогает выявить, что хорошо, что людям нравится, что не нравится. И я задумался об этом в таком ключе. И, ну, я всегда, вот, всегда, вот, во мне что-то это смущало. Я не хотел брать, ребят, скидывайтесь на это, скидывайтесь мне на то. Но, я не знаю, у меня где-то внутри барьер на этот счет стоит почему-то. И в то же время я на своем горьком опыте понял, что для Game Hunters быть проектом с кучей продакт-плейсмента это не работает. И я помню комментарии, многие из вас писали, что, да, давай мы скинемся на Game Hunters, там тебе говори, куда бабло отсылать и так далее. Я не мог просто взять, типа, давайте деньги и фиг знает что. И я подумал, что раз уж я и рисую комикс, то, как я сказал ранее, что эта история мало того, что расширит всю вселенную, так еще и даст ей шанс. И поэтому я для себя решил, что все деньги, собранные с продажи этого комикса, пойдут исключительно на производство Game Hunters. Чем больше получится собрать средств с комиксов, тем, вот, вот сколько денег соберет комикс, столько денег и уйдет. Я не хочу зарабатывать, там, сейчас на этом, кучу бабла, там, себе в карман. Я не хочу идти по такой схеме, для меня важна эта история. И если бы я хотел просто тупо бабла загорести, я бы не отказался еще от тех спонсоров, я бы снял какое-нибудь говно и просто бы залил, лишь бы получить, там, свои шиши. В общем, друзья, доску свои. Если вы так же горите, переживаете за эту историю, и вам так же интересно узнать, что она в итоге себя будет представлять, то ожидайте выпуска комикса и приобретайте его, если вам будет интересно. Только если вам будет, конечно же, интересно. Если нет, ничего страшного. Так или иначе, я все равно буду снимать Game Hunters и также буду продолжать рисовать комикс, потому что просто я хочу это делать, я горю этим, и это моя мечта. Кто знает, если этот комикс вам очень понравится, вот если первый номер вам понравится, то, может быть, я даже начну просто тупо весь сериал рисовать в комиксе и параллельно еще сниму сериал. То есть это будет две версии, знаете, как-то с теми же ходячими мертвецами или с любой мангой происходит. Типа, лайф-экшн и, ну, и сама манга. Каким образом можно будет приобрести комикс, где он будет публиковаться и так далее, все это я вам скажу обязательно, как только сам буду это точно понимать уже. Возможно, у меня будет зарегистрирована страница на Патреоне, а также я сделаю свой личный сайт, грубо говоря. Ну, мой конкретный сайт будет личный, где, помимо всего прочего, будет еще и раздел комиксов, потому что это не единственный комикс, который я сейчас рисую. Есть еще один. Я хотел его успеть на Хэллоуин выпустить, но, скорее всего, там уже не срастется. Будет так же в ноябре. Об этом потом. Там просто есть еще один комикс, который я рисую. Да, совсем другая тема. Но очень крутая тоже. Всем, кому по-настоящему эта тема интересна, следите за новостями. Я буду делать, наверняка, маленькие видеоапдейты здесь на Ютубе. В общем, три ресурса, в которых лучше всего будет следить за новостями касательно комиксов Game Hunters и в целом моих проектов, это, конечно же, Ютуб, Инстаграм и папы ВКонтакте. Все ссылки на них будут в описании к видео. Друзья, я очень надеюсь, что вы правильно воспримете эту историю, и надеюсь, что вы так же заинтересованы в этом, так же горите и так же ждете, что же там в итоге получится. И я очень благодарен вам за поддержку, друзья, потому что удивительно. Но я думаю, что за год про эту историю просто тупо все забудут. А как оказалось, вот когда наступила осень, с наступлением осени, только комментарии об этом и вижу. Все чаще и чаще вижу. Где Game Hunters? Че? Как? Я знаю, что люди просто по-настоящему действительно эту историю ждут. И даже если это не подавляющее большинство людей, которые ждут, допустим, Ark, Stranded Deep, Subnautic или Samp, или что угодно, просто поймите, я хочу развиваться дальше и хочу высвобождать другие стороны самого себя. Я не могу быть зациклен только на одном и том же, потому что я просто умираю. И я наверняка... Я уверен, что вы так же чувствуете себя. Вы тоже были в этой шкуре. Невозможно делать только одно и то же и быть счастливым целиком и полностью. Друзья, очень рассчитываю на вашу поддержку. Большое вам всем спасибо за внимание. С вами был Юджин. Увидимся завтра. Скорее всего, завтра выйдет Ark. Вот, все, кто ждали Ark, завтра он тоже будет. Не забывайте, да, следить за новостями. Вот, я буду максимально стараться теперь... Я раньше умалчивал обо всем, но теперь я просто буду больше вас посвящать в это, чтобы вы не думали, что я просто тупо забил на что-то. В общем, огромное всем спасибо. С вами был Юджин. И увидимся очень скоро. И всем доску своим... Пять!